Приветствую вас, и сейчас мы поговорим немножечко про волевую регуляцию, как вы и понятие. Вообще говоря, воля является очень таким интересным, в то же время неоднородным, и эфемерным, я бы даже сказал, свойством человеческой психики. Хочется, говорят, что волевые люди – это очень такие хорошие, сильные, устойчивые люди, но, как и везде, есть определенные нюансы, определенные негативные стороны, и основная негативная сторона – это то, что волевой человек просто не может без того, чтобы каждую ситуацию не воспринимать как типовую. То есть для волевого человека все ситуации делятся на определенные категории, и если какая-то ситуация под категорию не подошла, то человек насильно будет ее в эту категорию все-таки ставить, при этом не взирая на определенные неточности. Это я все к тому, что волей нужно пользоваться осторожно, чтобы не проигрывать там, где не нужно этого делать. Ну а теперь, собственно, про то, как же можно волю напрямую потренировать. Состоит это, ну, не самое простое, значит, укронение из нескольких моментов. Первый момент, он несколько более простой, более такой, житейский, он связан с мотивами, связан с мотивами и смыслами. И в этой стези начать хотелось бы не с примера. Ничто так не помогает описать какое-нибудь явление или феномен, как пример из практики, эксперимент. Это позволяет им без одни точности и, значит, сложности при восприятии теоретической конструкции. Значит, существует такой документально зафиксированный эксперимент, когда имелись две группы детей. Первая группа детей была контрольная, вторая экспериментальная. Этих детей привели на детскую площадку и контрольной группе сказали играть в песочнице, а экспериментальную группу, состоящую преимущественно из мальчиков, поставили, ну, собственно, по периметру этой песочницы и сказали им, что они просто-напросто стояли. То есть просто стояли и ничего не делали. Ну, не нужно, наверное, говорить о том, что дети, а дети были маленькие, где-то 5-6 лет, то есть дошкольники, они должны говорить о том, что для дошкольников это очень сложная задача находиться в непорвизнице. Так вот, дети, естественно, ерзели, естественно, мучились, они не знали, куда себя деть, они не могли ничем заниматься, они не понимали, почему контрольная группа детей играют в песочнице, они должны стоять и ничего не делать, например, скучать. И тогда экспериментаторы и воспитатели подошли к детям им сказать, что вот, вы знаете, вы думаете, что вы стоите просто так, но в действительности вы охраняете покой и благополучие тех, кто играет в песочнице. Вы несете стражу, скажете, в воспитатке. И здесь наблюдаются очень сильные изменения в поведении этих детей, с появлением нового смысла, смысл, который оказался важен для детишек. А мальчики просто-напросто вытянулись по стойке смирно и все время стояли почти нечего осуществ. Они понимали ответственность, значение того, что они делают. И вот именно с этого и начинается разговор о воле. Если человек не понимает своих мотивов, если человек не понимает смысла и значения того, что он делает, если он не отдает себе отсчет в том, зачем и для чего он делает то, что ему нужно, естественно, очень сильно сужается вероятность успешного совершения такой деятельности. Это означает, что все то, чем бы вы хотели заниматься, вы представляете себе, что для вас важно, что для вас ценно, что вам интересно и так далее. Так вот, все, что вы хотели бы заниматься, нужно придать смысл. Придать как можно большее количество смыслов, как можно большее количество значений для того, чтобы вы прямо-таки видели, насколько важно то, что вы делаете. И если кто-то говорит вам, что это не важно, то этого человека не слушать. Почему мы об этом уже говорили в предыдущей записи? Здесь важно только то, что вы сами себя чувствуете, что вы сами ощущаете, что вы сами думаете и чего вы сами хотите. То есть, вам нужно для себя, именно для себя искать смысл того, что вы делаете. И давайте приведем здесь еще один пример. Этот пример связан вот с чем. Как вы знаете, многим людям советуют бегать по утрам или бегать просто для оздоровления своего организма. Естественно, бегать не хочется. Естественно, бегать, ну, линь-линь, да, вот думаешь, вот вставать, куда-то идти, особенно если дождь или холодная погода. Вообще очень тяжело оставить себя идти бегать. Ну вот, казалось бы, в этой ситуации, когда понимаешь, что бегать вроде бы надо, но в то же время и острой необходимости нет. Как заставить себя это делать? Как придать смысл того, что нужно сделать? На самом деле, подумать вот о чем. Что будет, если человек не будет бегать? То есть, если нашему, так сказать, человеку посоветовали бегать, значит, если он не будет, то у него возникнут какие-то проблемы с здоровьем. Ну, можно почитать, какие узи с ним будут посоветить, если он не будет бегать и его здоровье ухудшится. Можно подумать над тем, а какие еще возможности даст этот бег. Например, повышенные физические возможности. Например, хорошую форму, привлекательность там, подвижность, дыхание, активность, все вот это вот. Этот набор позитивных моментов, набор смысла, набор значений бега, поможет человеку более активно, более рьяно им заниматься. То есть, я надеюсь, этот момент нам понятен. Чем больше у нас смыслов и значения того, что мы делаем, причем смысл и значения можно самостоятельно привязывать к определенной деятельности, главное, чтобы их было побольше, чтобы они действительно были для вас позитивными и имели какой-то смысл. Смысл именно для вас. Для кого? Для вас. Чем большее будет значение, тем больше вероятность того, что вы эту деятельность будете осуществлять и ее придерживать. Дальше. Дальше момент уже менее житейский, более сложный. Он касается непосредственно тренировки того самого волевого аспекта, который необходим для выполнения деятельности. Начнем, пожалуй, с того, что воля реализуется, формируется, проявляет себя в результате удержания фокуса внимания. Внимание можно представить как определенную сферу, такой круг, большой круг, в котором находятся те объекты, которые мы воспринимаем, которые мы видим. Количество объектов, которые могут быть у нас внимания ограничено. Это шерсть плюс-минус два. И это предел рабочих памяти. То есть это то, с чем мы можем работать. Про это сейчас говорить не будем, это дело не касается, но тем не менее у самого внимания есть определенный фокус, центр внимания. И этот центр внимания представляется как маленький круг в большом кругу. Это его сосредоточение. И вот именно это сосредоточение и является проявлением воли. Когда внимание пассивно мы просто наблюдаем, мы совершаем все объекты, которые находятся в пределах рабочей памяти, а когда мы сосредоточим свое внимание, совершаем волевое усилие, мы как бы выявляем из этих элементов один или два, на которых и концентрируем свое внимание. То есть кроме этого мы больше ни на что не распыляем свои ресурсы. И для того, чтобы удерживать фокус внимания на данном объекте, нужны усилия. Потому что это тяжело. Тяжело удерживать свое внимание на одном и том же объекте, если при этом не быть предпредготовленным к этому. Вообще говоря, яркий пример того, как ослабевает внимание, ослабевает вот этот фокус внимания, это вождение, когда водитель устает ехать куда-то и начинает ошибаться. Казалось бы, вести машину с физической точки зрения не так-то уж и сложно. Но при этом нужно постоянно держать во внимании некоторые объекты, на что требуется, и человек, конечно, устает это делать. И вот это-то и сложнее всего. Удержать в фокусе внимания то, что нужно. Казалось бы, нужно заниматься, например, бегом. Вот как мы и говорили в нашем примере. Нужно заниматься бегом, нужно бегать. Но при этом другие мысли какие-то постоянно летят в голову. Например, нужно заниматься бегом, но мы думаем о чем-то другом. Нам нужно работать, но мы отвлекаемся на что-то еще. Я, например, встречал такие случаи, когда человеку нужно было писать отсчет по работе. Он в это время постоянно отвлекался на что-то другое, ему нужно было постоянно что-то сделать. Он находил себе занятия любые, лишь бы не делать то, что ему было нужно. Потому-то он не хотел, потому-то ему было лень, потому-то у него были проблемы с волей. Вот то же самое и даже самая проблема встречается и при необходимости выполнять какое-то действие. Удержать фокус и внимание очень сложно. При этом нужно тренироваться, если вы видите, что у вас все эти проблемы. И начинать нужно с самого простого. То есть берем листок белой бумаги, кладем его перед собой и начинаем смотреть на него, думая только о нем. Раздача заключается в том, чтобы не допускать никаких мыслей других, никаких эмоций, ассоциаций, не связанных с листком бумаги. То есть только лист белой бумаги занимает все наше внимание. Стараемся удержать это внимание, скажем, в течение сперва 5 минут. 5 минут начинается думать только о листке бумаги и ни о чем другом больше. Именно это поможет поначалу учиться фокусировать внимание и удерживать его. Дальше, когда 5 минут будет достаточно легко, а поначалу будет сложно не думать только, точнее, думать не только о листке бумаги, но и о чем-то еще. Потому что, например, вы будете слышать какие-то звуки, вы будете видеть боковым зрением какие-то другие объекты, вы будете чувствовать что-то. Собственно, будет что-то мешать. Но, тем не менее, вам нужно удерживать в течение 5 минут хотя бы внимание на листке бумаги. Думать только о нем. Не позволять никаких мыслей другим проникать в ваше сознание. То есть, если это представить образно, то есть большой круг – это внимание, есть в большом кругу маленький круг – это фокус внимания. Так вот, не нужно позволять этому маленькому кругу разрываться, чтобы в него проникало что-то еще. И вот это вам нужно сделать. Когда эта задача будет выполнена, время можно увеличить с 5 до 10, с 10 до 15 и с 13 до 20, например. А 20 минут удерживая внимание на листке бумаги, вам вполне достаточно для начала. А дальше нужно усложнять сам предмет, который вы будете ставить в фокус своего внимания. Пусть следующим предметом будет стакан воды, например, или что-нибудь еще. То есть, усложнять предмет. И работать с этими предметами нужно точно так же. Вот, когда определенные сложности предметов вы добьетесь, когда будете внимание удерживать на этих предметах, тогда можно приступать к следующему шагу. Понятно, что иногда очень тяжело бывает удерживать внимание. То есть, ну понятно, что настроения разные, и сегодня легко делать какие-то вещи, а завтра все будет сложно. Чтобы как-то предотвратить возможные вот эти вот колебания настроения, колебания активности, нужен какой-то знак, какой-то ориентир извне, чтобы он вам помогал удерживать внимание. Для бега, для каких-то занятий, ну, механистических, не требующих вмещательства сознания и мышления, это музыка, это что-нибудь еще. Для творческих задач это какой-нибудь объект, какое-нибудь движение, может быть, которое чисто машинально задает, так сказать, ритм всей остальной деятельности. То есть, если вам мало одного, вот, одних этих аспектов, то можно на помощь призвать себе еще извне какой-нибудь объект. Но, одна проблема заключается в том, что данный объект является привязкой. То есть, вы, например, привязываете себя к музыке, если, например, занимаетесь тем же бегом и без музыки, бегать вы уже не можете. Это очень плохо, потому что вы становитесь зависимы от вот этого вот внешнего фактора. От внешнего фактора лучше, ну, не зависеть, но если вам так будет легче, если вы сходите без вреда для деятельности добиваться своих целей, то во всевозможном факторе нет ничего плохого, кроме радости того, что его нужно менять. То есть, заставлять себя менять какой-то объект, который служит фоном и, так сказать, направляющим звеном, катализатором для осуществления вами деятельности. Вот именно так можно и нужно тренировать волю и удерживать фокус внимания. Пожалуй, в том, что касается именно воли, можно закончить. Но я вам обещал в предыдущей записи немножечко поговорить еще про общение, про общение с людьми. И хотел бы я здесь сказать о том, что в общении с людьми, во взаимодействии с ними никогда не бывает так, что вы их можете воспринимать только лишь себя в контексте общения. Всегда и везде нужно отдавать какое-то место человеку, с которым вы общаетесь. Нужно воспринимать людей как ценности, как носителей ценностей. Если вы видите, например, что есть люди, этих людей вы, например, боитесь, то вы боитесь их потому, то вы не понимаете их мотив. Но когда мотив понятен, когда вы его смогли осознать, этот мотив, то вот человек не становится уже таким непонятным. Вы сможете его лучше понимать. Но понимая человека, вы видите его интересы, его склонности, его стремления и его цели. И у каждого из людей, окружающих вас, они свои. Даже если вам кажется, что вы похожи с людьми, даже если вам кажется, что человек идеально разделяет ваши ценности, интересы и стремления, то все равно, все равно у него есть это свое. И вам нужно к этому своему, с его стороны быть готовы. Потому что, рано или поздно, это свое даст о себе от нас. Если вы не будете принимать других людей, если вы не будете принимать их особенности, если вы не будете учитывать их желания, их стремления, если вы не будете учитывать их ценности, их приоритеты, то тогда вам будет еще сложнее построить свои отношения, построить свои связи с людьми, сделать эти связи устойчивыми, правильными, истинными, конструктивными. И если вы не хотите принимать других людей, если вы не можете вникнуть в то, что они вам говорят, если вы не можете сделать их интересы своими, то есть живо интересоваться тем, что нравится вашему, например, собеседнику только потому, что ему это нравится, то вы и не можете рассчитывать на то, что другой человек будет делать то же самое в отношении вас. К сожалению, это правда. Если вы сами чего-то не делаете, то нельзя ожидать от людей кого-то они будут делать для вас то же самое, если этот человек не обладает исключительными, выдающимися качествами, такими как, например, альтруизм, гуманизм и так далее. И это означает, что если вы нуждаете в общении, если вы хотите дружить, если вы хотите взаимодействовать с людьми, то вам нужно делать первый шаг в этом направлении. То есть именно вам нужно принимать интересы других людей. Но именно интересы, не позиции, не мнения, принятие чужого мнения, принятие, то есть, по сути, трансформации в свое, являются ассимиляцией к человеку, а это неправильно. Вы приносите что-то новое в общении с ним, вы генерируете что-то свое для начала, но в нем все-таки принять. Человеческий интеллект разделяется на две составляющие, на приспособленческую и привнесение чего-то своего. Так вот, чтобы принести что-то свое, нужно для начала создать основу. Когда вы общаетесь с другим человеком, основа – это то, что вы принимаете в интерес. Вы говорите, хорошо, это да, но… И далее начинаете как-то анализировать его позицию. Еще раз повторю, нельзя строить общение, не принимая другого человека, не интересуясь тем, чем он живет, и тем, что интересно ему. Просто ради, просто ради спортивного интереса. То есть просто вот ради того, чтобы понять, а что это, что из себя представляет этот человек, что им двигается, и так далее. И если человек видит, что вы им живо интересуете, если человек видит, что он вас действительно волнует, и вы задаете вопросы в том, что касается его, то вы спрашиваетесь, что вы познаете его, то стараетесь его узнать, раскрыть и так далее. То это будет стимулировать его на первые самые действия в отношении вас. Конечно же, при условии того, что человек сам по себе настроен на такое вот полноценное партнерство. То есть, если вы, например, человеком интересуете, то вы человека пытаетесь понять, а он вас не понимает, то естественно, такое общение нельзя назвать конструктивным, его нельзя назвать позитивным, его нельзя назвать полноценным и равноправным. Такое общение нужно, конечно, прекращаться. Но, если именно вы выступаете инициатором взаимодействия, то в обязательном порядке нужно, чтобы вы принимали интерес, хотя бы попытались это сделать. Если этого у вас не будет, если вы не будете это осуществлять, тогда нельзя говорить о том, что люди будут вас не ценить. Потому что люди ценят внимание к себе вообще всегда и везде. Самое ценное, что один человек может дать другому, это внимание к себе и время, которое на человека потрачено. То есть, смотри, можно восполнить все. Деньги, здоровье, пусть это бывает сложно, но здоровье тоже можно восполнить. И невыполнимым является только время. Именно время, потраченное одним человеком на другого, является самым ценным. И когда человек, другой человек видит, что вы вроде бы как с ним, то есть вы вроде как тратите свое время на него, но при этом он видит, что вы за свои волны, но понимаете, что то время, которое вы тратите на него, вы тратите на себя. Получается, что вы за счет него как-то выполняете свои какие-то желания и думаете о чем-то своем. Это очень обидно, это очень задевает человека. Это говорит о том, что он ничего не значит для вас, что он не интересный вам. И данное, конечно же, является неверным. Потому что, во-первых, человек не всегда, не сразу может раскрыться. Не всегда и не сразу может человек начать говорить о чем-то таком, что действительно важно, что действительно интересно. Поначалу люди могут говорить о чем-то неважном, о чем-то неинтересном, о чем-то малозначенном. Просто потому, что так работает защитный механизм человека. Он не может сразу посвящать других в то, что его волнует. Это было бы нарушением, а точнее несоблюдением личной границы. И такому человеку было бы очень тяжело, он бы, скорее всего, страдал бы, он бы, скорее всего, испытывал бы постоянные какие-то неприятные, дискомфортные ощущения от того, что постоянно вверяет кому угодно свои переживания. И человек так делать не может. Соответственно, вам нужно для начала, вот когда вы поверхностно общаетесь с людьми, принимать их такими, какие они есть, дать им возможность раскрыться, понять, что для них действительно важно, что им интересно, кто они такие на самом деле. И вот, когда вы увидите уже это, вот тогда вы уже делаете для себя вывод, нравится вам это или нет. Если для человека что-то важное, вы прям видите, что ему это очень важно, что ему это очень интересно, у него прям неподдельный искренний интерес, неподдельно искренне заинтересованность в том, что он и говорит, а вас это особо не цепляет и не волнуется, вот это означает, что человек не ваш. Это означает, что с этим человеком, скорее всего, вам будет не по пути, скорее всего, будет скучно. Но дайте любому человеку, абсолютно любому, возможность раскрыться, возможность проявить себя. Не ограждайте сразу его и себя некими предубеждениями и предрассудками. Это было бы не совсем правильно, это не справедливо по отношению к людям вообще. Каждый из нас достоин того, чтобы ему дали шанс себя проявить. А вот как он этим шансом воспользуется, как он себя проявляет, это уже зависит от него. И тогда это уже его ответственность, и он будет, по сути дела, пожинать плоды своего поведения, своей деятельности и так далее. А этот момент, который, мне кажется, я упустил в предыдущем своем видео, я его хотел бы вам немножко вспомнить, потому что считаю, что это очень важно. Потому что, думаю, что бедный его вы не сможете построить нормальные отношения. Я понимаю, что вам кажется, так как вы привыкли быть одна, я понимаю, что вам кажется, что вы, человек, знаете, уже наперед. Я понимаю, что вы не можете заставить себя, например, насильно интересоваться тем, что вам не интересно. Но поскольку мы сегодня и сейчас говорили о фоле, то я думаю, что благодаря информатике, которая была дана ранее, вы смогли бы как-то себя научить интересоваться даже через силу, чтобы дать возможность раскрыться. Потому что человек, любой человек в общении с другими людьми, ну, почему говорю любой, потому что даже тот, у кого общение налажено, хорошо, ну, вы приводили в пример того, кто заходит в комнату и сам интересует окружающих, так он не интересует окружающих собой. Он просто грамотно чувствует, что интересно другим людям и дает им это. Но ощущение того, что интересно другим людям, не дает реализацию своей собственной. Человек, который интересует других людей, который может их заинтересовать, как человек, которого в лучшем случае делает то, что он говорит, своими интересами. Просто от безысходности, от понимания того, что если он этого не сможет сделать, то он просто будет неинтересен. То есть он делает чужие интересы своими. А в лучшем случае человек просто придает свои интересы вообще. Ну, вы понимаете, что и тот, и другой вариант не является самым лучшим в данном случае, потому что оба эти варианта негативно отражаются на человеке. И в итоге, как мы уже выясняем, тот, на кого вы равняетесь, тот, кого вы приводите в пример, ну, в итоге не такой же счастлив, не такой же он и успешный, не такой же он и хороший, не так у него все хорошо. Я надеюсь, что вы это понимаете. И вообще, когда вам кажется, что у кого-то все хорошо, не нужно ненужно добывать, что вы увидите лишь только внешние стороны. Вы увидите вершину Айнберга и точно хочет показать человек. Но в действительности все подноготно и все это скрывается под водой этого Айнберга, вы не видите. Прямо человек это все это не скрывает. И нужно всегда понимать, что то, кем человек хочет казаться, то, чем человек хочет казаться, то, как он хочет выглядеть, то, как он выглядит, это не всегда означает его истинное лицо. Это не всегда означает, что так все и есть. Яркий пример, который можно привести в данном контексте, заключается в том, что, например, можно часто видеть идущую парочку по улице, да, где, например, там ребенок, мужчина и женщина. Все они прекрасно друг с другом, вроде бы, общаются, смеются и все. И вы идете и думаете, какая хорошая пара, как я им завидую, если у вас не все хорошо. Но вы не знаете, как эти люди, например, ведут себя дома. Вы не знаете, например, что эти люди могут драться, могут бить посуду, могут оскорблять друг друга. Слушай, они просто все хорошо, или, может быть, что-то еще заставило их так себя вести. И до тех пор, пока вы не знаете этих людей, пока вы не знаете сил их поднагодного, пока вы не знаете их мотивы, их как раз-таки вот истинные смыслы того, что они делают, да, вы не можете адекватно на них равняться, сравнивать себя с ними. А то, что обычно люди делают, это сравнивать себя с тем, что они видят. То есть, по сути дела, они берут себя полного человека, полноформатного, глубокого человека и сравнивают себя лишь с тем, что видят. То есть, с той малой частью, что доступно их органам восприятия. Это как правило зрения и слух. Ну, согласитесь, это, мягко говоря, недальновидно, это, мягко говоря, оскорбительно для человека, как это делать. То есть, ну, недостоин человек того, чтобы сравнивать себя лишь с небольшим кусочком реального человека, с небольшим кусочком реальных отношений людей. Я надеюсь, эту мысль вы очень хорошо для себя поймете. И уязвите, что сравнивать себя с теми, кого вы видите, не является сколько-нибудь продуктивным, хотя бы потому, что вы этих людей не знаете. А бросается нам в глаза то, что не хватает у нас самих и самих. И чем тратить свою энергию, чем тратить свои ресурсы, свои мысли на желание быть таким, лучше самому что-то делать. И не быть лучше кого-то, а быть просто лучше. Будь просто лучше, чем то, что есть сейчас. Без оглядки на кого-либо. Эта позиция позволит вам максимально полно, свободно и непринужденно реализовываться и развиваться. Быть просто лучше. И не равняться ни на кого. На этом все. Я надеюсь, что ответил на все ваши вопросы. Надеюсь, что вы не пошилеете от тех средств, которые потратили на то, чтобы получить от меня помощь. И я надеюсь, что если у вас будут какие-то еще вопросы, вы их обязательно напишите, зададите и я смогу вам еще на них ответить. Я желаю вам удачи, Анна. Я не знаю, захотите вы еще что-то обсудить или нет. Но пока я надеюсь, что вам помогаю. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Я надеюсь, что вы справитесь со всеми проблемами и будете все-таки жить так, как вам того хочется. Слово говоря, все видео, которые я вам записывал, они все находятся в доступе. То есть в вашем доступе вы можете переслушивать их заново, тогда, когда вам хочется. Я их не удаляю, поэтому не нужно думать, что они пропадают. Я бы более того рекомендовал бы вам их переслушивать для того, чтобы не забывать какие-то моменты, если вы сами, конечно, испытываете в этом потребность. Ну что ж, до свидания, удачи вам!